Всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня пойдет тема о размножении смородины, а в частности черной смородины. В прошлом году я провел очень интересный эксперимент, который показал мне высокую приживаемость. И вот хочется проверить, была ли это случайность, или же это некая закономерность, которую можно практиковать в будущем. Все садоводы проводят размножение смородины ранней весной. Я же в прошлом году очень опоздал, и когда распустилась смородина, лишь тогда я нарезал черенков. Каким образом я это делал? В средине куста есть вот такие побеги. Плодов на нем крайне мало. В средине нашей кроны он загущает очень большую территорию. Вот таким образом на двухлетних, как видим, это двухлетний, и на трехлетних ветках смородины есть однолетние черенки, которые загущают почву. Вот удаляя их, мы и выбираем наши черенки. В прошлом году я взял 10 таких черенков, из них прижилось 9. А вот, собственно, и он. За один год он так вымахал, уже начал давать плоды. Я думаю, я их в этом году удалю, так чтобы он расширялся, укоренялся, чтобы не высасывал все соки на плоды. Но вот в следующем году уже будет какой-то урожай. Вот на примере этого черенка рассмотрим всю последовательность наших работ. Нам нужно оставить 2, максимум 3 распущенные почки в самых высших точках. Внизу делаем срезик под углом. Вот такой срезик. Готово. Удаляем все почки, как видим, сверху вот 3 самые актуальные, самые такие большие. Вот хороший, но слишком низко. Он нам не подойдет. Удаляем все остальные почки, оставляем 3. Этот желтоватенький, тоже его удалим, оставим вот эти 3 почки. И удаляем наш желтый. Он тоже нам не подходит. Сверху кончание кривое. Делаем прямой срез. Не задевая наши распущенные почки. Теперь удаляем все цветки, которые есть на данный момент. И все, которые будут прорастать в момент укоренения. Как только вырастают какие-то цветочки, мы их сразу удаляем. Вот, смотрите. 3 почки осталось. Не оставляем цветков. Сверху прямой делаем срезик, внизу косой срезик. Оставляем 3 почки. Удаляем все цветки. Для лучшего укоренения делаем вот такие разрезики. Мне неудобно делать. Но я их сделаю. Итак, проделываем со всеми нашими черенками, которые мы хотим укоренить. Берем пол-литровую банку. На дно 3-5 сантиметров воды. Ложим на дно вату. Берем с мангала угольки, чтобы вода не очень быстро пропадала. Я отобрал 7 черенков и теперь ставлю их в эту банку для укоренения. Из этих семи черенков я хочу, чтобы пустило корни 5. Для меня это был бы нормальный результат. Как думаете, сколько черенков пустит корни? Напишите в комментарии. Напоминаю, все сложное и просто. Всем удачи в проращивании смородины. До следующих видеороликов. Всем пока.